Вот времена Ватернагуралы. Раньше люди приезжали во Львов для того, чтобы походить по историческим местам. Увидеть действительно красивые церкви, костелы, улочки древние. Сейчас мы приезжаем для того, чтобы походить по всем местным капурикам. Ресторанам, заведениям общего питания. Чтобы набухаться. Если у вас появится желание у кого-нибудь спросить на улице, где же находится, как вы в Мазах, даже не пробуйте. Безусловно, никто не знает. Но мы знаем сейчас какой номер. А улица не знаете? Сербская. Ну то сейчас не Сербская. Сербская в той стороне. Так, кубик. Туди. Туди. Нас ведут. Туди, куда нужно. Можешь? Можешь. Дякую. Так, нас обозначили. Сказали идти нужно вот туда. Думаю, какая резкость. По улице Сербский. Где-то ходят на обозначение улицы Сербский. Целая очередь какая-то. А зачем хоть стоят? Конфеты. Прикольно. Шоколад. Это типа самый-самый свежий. Крутяк. Целая очередь выстраивали. Какое прикольное название магазина. А улица. Чоколадка. А улица. Старо-еврейская. В улице Сербская. Вот она. Здесь где-то находится... Где-то здесь находится Маза. Вот мы идем по улице Сербская. Тут появилось науку какое-то такое здание. Громезное. Красивая. Площадь. Вот так вот. Вот он Львов. Современный. Улица Сербская, 7. Именно там находится кафе Маза. Сейчас пойдем ее искать. По всем ощущениям, во Львове боятся цифр. Потом и пишут только буквы. А, вот 15-й, кстати. Ну да. А мы проходили кафе мимо этого. Вот здесь шоколадница. А теперь мы заходим в кафе Маза. Вон люди фоткаются. У меня выходит? Хорошо. Погнали. Кафе Мазах. Вот оно. Чувачок стоит этот рядом. Это ты первый. Это человек первый. Я за тобой. Ты что, шлеп? Нет, никто не шлепает. Это никого и нет. Дома? Здравствуйте. Где курят? В этом и в этом зале курят. Ага. Добрый. Давай мы туда их. Так, туда пойдем? Такое вот менюшка, такая прикольная. Видно? Вот такой здесь интерьерчик. Вот какие-то лифоны здесь, видно, не видно. Лифчики, трусы. Можно посидеть прилично. На серии за обычный столик. Выбираем еду. Или попить что-то. Ну, скажи нам, что ты думаешь о меню. Девственная эгоистка. Снот лива. А что по ценам нормально? 30, 40, 35. А что такое 18? Пиво. Зенек. Пиво, зенек. 18 гривен. Нормально. Ну, в общем, здесь, в заведении, есть такое фирменное блюдо, которое называется, короче, яички быка. Размер мое значение. Яички быка, зуба, яичек быка. Ох, что это за разбил? Ванда Навижена. 45 гривен. Заказал мазохивку. 100 грамм 24 гривны стоит. Такая штука. Как говорится, ты заказала шо? Заказала мазохивку. Навтифка. Стартуй легко. Стартуй легко. Вон оно такое. Покешиво. Не, вот так, вот так. Принесли нам наши блюда. Запах не очень зрёт, конечно. А это что у тебя? Салат? Не, ну, портим ничего. Два пениса быка. Салат. Два пениса быка. Не очень понятно. Нормально. Ну, как тебе зуба из бычьего пениса? Очень вкусно. Явка на вкус. Принесли счёт. 165 гривен. Настейка, мазох, мазохита, навтівка, яичка, пичи. Сікс, андора. Теплый салат с в'ясом. Всего без знижки 117 гривен. До оплаты 117 гривен. Всего по чеку 165 гривен. Ну, прикольно. Я же за сумкой забуду в нас. Салат придётся повернути. Иди сумкой назад. Вставайте тут. Ходи, ходи. Так сумка просто не сумка. Я же за сумкой. Я уже думал выразить недовольство. Кроме того, что какие-то должны быть там шмаганье, шлёпанье, привязыванье. И тут неожиданно сзади прозвучал удар. Потом следующий. 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 Больновато, неожиданно, но смешно. Больновато, неожиданно, но смешно. Больновато, неожиданно.